Добрый день, меня зовут Игорь Воронов и я нахожусь в студии SeoPult.TV. Сегодня я вам расскажу о крауд-маркетинге для интернет-магазинов и как с помощью естественных ссылок получить максимальный эффект для интернет-магазинов. В первую очередь я бы хотел рассказать про проблемы крауд-маркетинга в работе. То есть, когда мы анализируем качество сообщений наших конкурентов, например, размещающих, работающих в этой услуге в сфере, мы замечаем, что у многих сообщений присутствует низкое качество. Это проявляется в сообщениях по типу «посмотрите здесь перейдите сюда», «купите тут», «здесь интересно» и то есть ссылку ставят на слова, например, «здесь», «тут», «там», «сюда». Нужно более широко раскрывать вопрос и более интересно преподносить пользователю сообщение, которое бы его заинтересовало, решило его вопрос, и он бы перешел и купил товар, либо хотя бы заинтересовался вашим интернет-магазином. В дальнейшем это отсутствие оценки качества донора. То есть, когда люди размещают сообщения, они не смотрят на, например, показатели этого сайта. К примеру, это посещаемость либо под фильтром сайта поисковых систем или не под фильтром. И если там вообще целевая аудитория, либо там просто появляются спамеры, которые размещают ссылку, и эти ссылки друг за другом там находятся, и в принципе донор не имеет никакой ценности для интернет-магазина. Вот. Очень часто мы можем наблюдать, когда размещаются в неактуальных темах. Теме уже, например, полгода, и этот пользователь зашел на эту тему и решил поднять, потому что, скорее всего, не нашел другой какой-то площадки с актуальной темой. И поднимает эту тему, кидает ссылку, которая, в принципе, уже не имеет эффекта, потому что люди, которые создали эту тему, они уже, скорее всего, решили вопрос, который их интересовал. И получается, что мы размещаем эту ссылку ради просто ссылки. Вот. В дальнейшем это низкое качество аккаунтов. Очень часто, если мы размещаем на хорошем форуме или в хорошем блоге с непрокаченного аккаунта или хотя бы не поставили на него аватарку, то такие аккаунты считаются спамными, и модератор, скорее всего, в первую очередь удалит сообщение от этого аккаунта. У каждого аккаунта как бы должна быть уже своя история на этом форуме, у него должна быть какая-то определенная аудитория, которая его знает и доверяет этому человеку, пользователю. В принципе, в первую очередь нужно понять цели краудмаркетинга, для чего мы вообще это все делаем. То есть основная цель – это увеличение целевого трафика и, конечно же, продажи, дополнительные продажи в интернет-магазин и привлечение аудитории, которые заинтересованы в покупке вашего товара или заказа у вас вашей услуги. Второе – это, конечно же, рост узнаваемости бренда и повышение лояльности аудитории. То есть, когда мы работаем с краудмаркетингом, мы размещаем, например, от 50 сообщений в месяц. Это в любом случае повлияет на узнаваемость вашего интернет-магазина бренда. И люди будут уже знать, например, если ему нужно купить игрушку для ребенка, то он пойдет именно в ваш интернет-магазин, потому что видел, что нормальный аккаунт посоветовал, порекомендовал, отписался об своем опыте каком-то, и в дальнейшем придет на ваш магазин, то есть этот пользователь и купит товар у вас. То есть, в принципе, далее – это лояльность аудитории, потому как мы немного работаем с репутацией этого бренда. Лояльность аудитории за счет того, что мы в основном описываем положительный опыт работы и дополнительно рассказываем про этот бренд все хорошее, в принципе, все его положительные стороны без учета каких-то отрицательных. Конечно же, это качественная ссылочная масса с точки зрения SEO-продвижения. Так как увеличивается общая масса ссылок, они, скорее всего, будут жить довольно долго и пока их не удалят модератор или пока в общем не начнут чистить форм. Это естественная ссылочная масса, которая дает естественные переходы и в дальнейшем она работает не один месяц. И люди, которые в дальнейшем поинтересуются, например, таким же вопросом, как была и тема, они зайдут туда и увидят вашу рекомендацию. И также этот может быть трафик идти через месяц, через два, через три, то есть пока тема актуальна и пост не удалится. Как же все это происходит и основная стратегия крауд-маркетинга для интернет-магазинов? С чего начать? В первую очередь мы должны выявить категорию товаров либо товары с наибольшей доходностью, то есть с наибольшим ROI и LTV для клиента. Это должен сказать сам клиент или если у него подключена веб-аналитика, мы можем в принципе тоже это выявить. Но в основном клиент должен тоже понимать, что для его бизнеса наиболее приоритетно. Далее мы создаем портрет целевой аудитории. Портрет целевой аудитории – это своеобразный аватар, то есть потенциального покупателя вашего интернет-магазина. Мы прописываем возраст, мы прописываем это женщины или мужчины и учитываем геолокацию для целевой аудитории. В дальнейшем мы подбираем тематические площадки. Тематические площадки подбираются в течение всей рабочей работы, то есть мы подбираем их исходя из актуальности. И возможно это может быть даже женский какой-то форум, если на нем есть тема, которая актуальна и подходит нам для размещения там поста, то мы можем использовать и этот женский форум. Далее мы работаем с именно форумом и регистрируем и оформляем аккаунты на этом форуме. Оформление аккаунта – это прицепить на него аватар, то есть заполнить полностью его описание и прокачать аккаунт. Этот аккаунт уже будет более-менее вызывать доверие и не покажется там для аудитории, что будто зашел чисто поставить свою ссылку и пойти дальше, то есть как бы аккаунт-однодневка, не аккаунт-однодневка. Далее мы уже видим, где есть подогрета аудитория и обсуждаемая тема и приступаем к публикации сообщения от уже оформленного и зарегистрированного аккаунта. Публикация сообщения в виде рекомендации либо описания опыта с ссылкой на ваш интернет-магазин, интернет-ресурс. В принципе вот такая технология, то есть ничего сложного, но нужно иметь большой опыт в этом и это должно исполняться качественно. Услуга должна предоставляться качественно, то есть ее должны предоставлять специалисты в этом деле, которые уже работают, имеют большую базу аккаунтов и форумов и знают, как, например, ведет себя на одном форуме, например, одна целевая аудитория, аудитория этого форума и как она ведет себя, стиль ее общения на другом, например, форуме. Это важно, потому как если вы не будете подходить именно с точки зрения стиля общения и не будете взаимодействовать со своей целевой аудиторией, вы не завоюете доверие. И в том числе эта целевая аудитория не перейдет к вам на интернет-магазин и не купит ваш товар. В общем-то все, спасибо вам за внимание. С вами был Игорь Воронов, я на студии SeoPult.TV. Больше видео вы можете посмотреть на сайте SeoPult.TV и также там посмотреть видео с моими коллегами. Спасибо. Всего доброго. Игорь Негода.